доброе утро дорогие друзья собачку нашу зовут кора это сокращенно от корица корица ее так назвали еще в приюте откуда мы ее забрали уже сколько там три года назад и кстати по интересному совпадению мы это не никак не выбирали но у нас не день рождения в один день то есть когда нам ее из приюта передавали у нее уже был паспорт со всякими там прививками такой документ домашнего животного и там было уже был проставлен без какой-либо привязки ко мне уже был проставлен по совпадению такое же день рождения как у меня вот такое интересное совпадение первым делом я хочу выразить благодарность и принести свои извинения перед моими замечательными зрителями а дело в том что та история которая вчера рассказал про внезапно умершего эксперта всемирной организации здравоохранения я ссылку на статью оставил в комментариях и бдительные подписчики перепроверили оказалось что это фейк в самом деле я поверил информации не за неблагонадежного источника поэтому я прошу прощения у вас за дезинформацию небольшую но суть суть остается та же информации по любому значимому такому событию особенно там где замешана современная наука будь то история вирусология биология медицина в любом случае мы сталкиваемся с огромными финансовыми потоками у которых есть свои интересанты есть люди которые на этом отлично кормятся и они просто так свою прибыль не упустят обязательно будут и заказные статьи заказные научные исследования заказные эксперты вот поэтому поэтому такие ситуации когда все понятно вот я посмотрел какое-то видео на ю тубе и у меня открылись глаза и теперь я сразу все понял сожалению это так не работает нужно всегда быть на чеку и быть готовым увидеть картину под другим ракурсом в другом свете потому что манипуляция это самое излюбленное дело для сильных мира сего не зря так много в мире пиарщиков факультетов пиара джиара журналистики и много чего еще сегодня хочу с вами поговорить по теме бунтов потому что коронавирус уже всем надоел тема тяжелая тема неприятная но хочется увидеть какую-то перспективу хочется понять чего же ждать а что дальше как нам вообще справляться с этой ситуацией и к чему к чему мы пойдем если еще не идем одна из самых популярных позиций которые можно встретить и у нас комментариях и тем более на других каналах некоторые прямо к этому призывают давайте ребята пора брать виллы пора идти и так далее вот мы на днях обсуждали то что в америке в америке в штате мичиган идет такая движуха сейчас мы обсудим почему там такое возможно у нас если возможно то очень нежелательно но давайте сразу раз уж упомянули дело в том что в америке имеется две политические крупные силы так называемые демократы республиканцы и противостояние раскол элиты между этими двумя силами в америке он далеко не нов он традиционен все это известно причем бывают такие случаи даже не случай это вот где-то месяца три назад были проведены в америке исследования социологические ну вот например у человека людям задавали такие вопросы вот если ваша дочь вот например она европейного европейной расы а жениха в дом приведет чернокожего вот вам это понравится не понравится как бы вы к этому отнеслись так вот в америке самое острое противоречие то что люди не готовы терпеть например там жених для дочери невеста для сына нежелательно нанимать таких сотрудников и вот то что вызывает максимальное отвращение это не раса не религиозные различия там не финансовые различия там по до по уровню доходов и достатка главное то что люди не готовы терпеть это политическое различие то есть если ты республиканец а в дом приводят демократа то это может вызвать такое бешенство то что не не достигается на сегодня не раз и мне никакими другими различиями и вот когда в америке вооруженная толпа входит в здание региональной администрации капитолий штата мичиган то они знают что у них за спиной есть целая огромная машина партии республиканской они вышли высказать свою фу губернатору от демократов и при этом они понимали да мы идем как активисты но за нами огромная партия в россии такого нет в россии элита элитка как мы с вами договорились ее называть элитка живет несколько в другой ситуации они решают вопросы сами по себе все представители народа им глубоко безразличны и поэтому все что происходит в народе она не получает поддержки в правящих слоях она как-то вот само по себе вот давайте себе представим в одном из регионов россии в какой-нибудь брянской курганской иркутской области вооруженная толпа врывается здание администрации что дальше первое блокировка интернета типа какая-то авария блокировка мобильной связи тоже как какие-то вот неполадки может быть принято решение что блокировка связи интернета в конкретном регионе может быть по всей стране если информация например успеет выйти за пределы региона то проблем никаких нет заблокирует во всей стране на следующий день мы конечно будем очень переживать что у нас нет любимого youtube а нам нечего посмотреть мы будем очень нервничать волноваться на следующий день интернет включают мы довольны и заходим и видим информацию о том что жуткие террористы которые тайными окольными путями раздобыли оружие хотели устроить жуткую провокацию и теракт их уже не волнуйтесь дорогие граждане ситуация под контролем зачинщики за избитой дубинкой так что они больше ничего затевать уже не смогут 50 человек уже пойманы конечно среди них были женщины молодые подростки престарелые деды но вы не волнуйтесь граждане теперь все хорошо теперь они посажены на цель при этом все кто любит смотреть телевизор они понимают что серьезная какая ситуация террористы это плохо хорошо что их отметили оппозиционная часть например зрители моего канала при этом начнут понимать ядрить мадрить шанс упущен это первая мысль вот если бы то мы знали мы бы конечно может быть бы тоже вышли конечно бы не все большая часть интернета аудитории воспринимает оппозиционную деятельность просто как шоу вот вы идите что-нибудь сделайте вот я вот буду сидеть на диване или перед монитором или лежа в ванне смотреть ролики без разницы делать люди ничего не хотят в основной своей массе вторая мысль которая придет что ё-моё если бы я вышел меня что же могли бы посадить могли бы почки мне все отбить а то еще похуже могли отбить это дело опасное и вы знаете после того как первый бунт в любом регионе россии будет жестко подавлен то следующие бунты уже будут собирать еще меньше народу то есть единственный вариант если вы все города страны вышли одновременно если бы это произошло то это конечно было бы удивительным счастливым совпадением потому что как только был будет попытка организовать это специально специально то есть какая-то политическая сила выходит и говорит готовим ребята вилы точим мотыги завтра выходим на площадь тут же тут же просто без безотлагательно к этим ребятам выехали бы на дом их бы всех повязали и та же история только немножко в другом немножко в другом ключе значит третий вариант в какой ситуации это может все-таки стать реальностью удачный бунт бунт может стать удачной реальностью может случиться если его поддержит часть элиты часть элиты некие депутаты политики олигархи против другой части элиты выводят на площади людей чтобы политиков нынешних сменить на политиков новых как вы думаете удастся ли такой бунт есть шансы что удастся у олигархов есть свои силовики у кого-то приличная часть фсб на короткой ноге у кого-то приличная часть фсу армии мвд других наших силовых ведомств все это технически возможно другой вопрос а им это зачем они что таким образом будут отстаивать народные интересы совершенно нет им это нужно исключительно чтобы самим поближе сесть к кормушке получить еще больше ресурсов скупить активы по дешевке самим занять самые прибыльные вкусные места я вижу исключительно эти варианты поэтому когда люди говорят да давайте мы сейчас все выйдем это приятная фантазия но реальность серьезно отличается каковы должны быть наши действия друзья единственный вариант на ближайшие годы ну по крайней мере это то что я вижу сейчас сейчас люди еще не готовы массово выходить на площадь по крайней мере мы сможем оценить насколько насколько вообще люди понимают что происходит уже через месяц когда самоизоляционные меры в большинстве регионов будут сниматься и можно будет выйти на митинг я вообще думаю что пора проводить бессрочный онлайн митинг онлайн митинг это сейчас такое новое веяние когда люди собираются просто в каком-то чате или на ю тубе проводят трансляцию подключают к этой трансляции спикеров музыканты даже выступают поют песни частушки о власти а то о ситуации в стране о том чего мы требуем хотим выдвигаем лозунги толкаем речи такое то эта штука должна стать вообще постоянной то есть например каждую субботу вторая половина дня у нас проходит митинг свобод в режиме свободного микрофона подходи высказывайся и это может продолжаться просто бессрочно пока у нас верхушка в стране не изменится но это уже так это отступление главное что у нас ну мы будем держать конечно контроль и ситуации с митингами если мы увидим реально десятитысячные демонстрации не только в москве но хотя бы еще в двух-трех крупнейших городах страны что там вышло не три тысячи человек жалких а тем более когда три тысячи человек на митинг выходят в москве это просто позорище соответственно то тогда да ситуация изменилась мы можем переходить к более жестким действиям требовать референдума требовать досрочных каких-то выборов и так далее вот по ситуации как она есть сейчас когда люди еще спят то что вы начали смотреть какие-то оппозиционные каналы это не значит что все такие же умники и все понимают что происходит нет обычные так называемый инерционный сценарий это подготовка к выборам и уже власть понимает что дело швах читал в телеграме высказывание мнения одного депутата он написал следующее друзья если мы не проведем выборы как можно скорее то у нас будут большие проблемы протестные настроения будут нарастать и в таком случае у нас может быть все очень плохо в принципе можно переночить это совершенно наоборот друзья если мы не отложим выборы то протестное настроение сейчас такие большие что выборы на выиграть не удастся и в том и в другом варианте откладывай выборы или проводи их как можно скорее у власти сейчас дела очень плохи у единой россии и у ее представителей уже сейчас несмотря на весь прошлогодний скандал уже сейчас некоторые губернаторы заявляют что они пойдут на выборы самовыдвиженцами хотя после прошлых выборов особенно в москве было решено нет мы так больше делать не будем это позорит нашу партию это какие-то вот даже путин помните говорил на заседании единая россия как-то много здесь конъюнктурщиков они в любой момент и предать могут они понимаешь ли не не идейные они просто нос по ветру держат да конечно единая россия состоит исключительно из таких людей либо люди по ошибке туда попадают либо потому что это партия власти идей и там а вообще у единой россии есть какая-то идея кроме сохранения всего то что есть единая россия что-то какой-то перспективу какой-то проект для страны предлагает совершенно нет так вот кремль понимает то что выборы это сейчас самое основное надеюсь вам меня нормально слышно а то ветер что-то подул такой значит есть три стратегии первая стратегия это проводить выбор как обычно естественно с давлением на бюджетников но тут видите какая засада врачи то уже будут против голосовать значительная часть силовиков будет против голосовать уже тут есть определенные проблемы не так то просто провести выборы в этом году как обычно есть запасной вариант сейчас готовится бумаги уже месяц назад пошли эти слухи отменить выборы губернаторов то есть ключевое ключевые выборы по стране когда не выборы президента и не выборы в госдуму ключевые выборы это выборы именно губернаторов это люди которые отвечают за регион когда у нас полтора года назад на выборах несколько губернаторов стали оппозиционерами даже если они хоть немножко оппозиционеры хоть формально не из единой россии их как начали мочить так до сих пор и долбают 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 вот левченко сняли канавалов всегда под боем фургал хоть он из лдпр и за ним тоже много всяких вопросов тоже под боем вот они просто отменят эти выборы и оставили позволят выбирать только неважные 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 посты определять нашим мнением и третий вариант еще есть самый самый лучший это просто ввести электронное голосование и она тоже готовится изо всех сил сейчас вам завтра придет письмо пожалуйста голосуйте а мы ваш голос конечно посчитаем очень правильно даже не сомневайтесь на самом деле лучший вариант самый перспективный вариант если у нас в стране люди сразу после окончания вот этих самоизоляционных карантинных мер выйдут на площади на законные разрешенные согласованные митинги и если этих людей будет ну в общей сложности ну хотя бы 200 тысяч то да мы сможем что-то изменений реальных добиться если люди будут отсиживаться то тогда то тогда мы будем дальше мариноваться у власти будет возможность еще обещать обещать успокаивать просить затянуть пояса потерпеть поэтому друзья смотрите насколько у вас там еще есть запасов готов ли вы дальше терпеть или уже пора пора что что-то делать что делать первое действие посмотрите в вашем регионе какие есть политические объединения не вообще а вот именно в вашем регионе я призываю вступать в движение за новый социализм это может быть левый фронт это может быть КПРФ это могут быть многие общественные движения но главное не сидеть просто не ждать у моря погода лучше вступить в какое-то одно движение пусть даже к Навальному потом изнутри посмотреть как там что устроено понять то что это швах и лучше оттуда выйти и вступить уже туда куда уже более обдуманно это лучший путь чем просто сидеть и думать за меня там все решат вот я тут у себя понимаешь в Брянске сижу тут мы ни на что повлиять не можем вот пусть москвичи там где-нибудь выходят на площадь и они там все может быть могут повлиять а мы тут просто будем смотреть ролики на ютубе вот такая моя позиция друзья спасибо что смотрели до новых встреч пока